ребята привет с вами снова марк рыбак видеоблог смена меня давно не было потому что я тут в взраиле как-то жизнь свою устраивал и сегодня у нас новый выпуск вот мы вещаем из тель-авива вот сзади меня башни озрели это очень такое знаковое место в этом городе и сегодня у нас выпуск посвященный портрету у нас будет много выпусков посвященных портрету а сегодня мы поговорим о таком понятии как крупность плана также крупность плана у нас будет фигурировать и в других выпусках и в других жанрах съемки и тут мне в израиле начали писать там что такое слово крупность нет такого слова в русском языке а есть такое слово в русском языке б это специальный термин и он вполне себе конкретный и без него вообще ну я не представляю как без крупности плана вообще учиться фотографии когда вы снимаете человека его далеко не обязательно всегда брать в кадр в полный рост иногда можно даже снять просто фрагмент лица все зависит от задачи иногда это должен быть должно быть лицо крупно иногда там по пояс и так далее во всех этих моментах мы сегодня попробуем разобраться и понять какие трудности нас поджидают при выборе того или ино той или иной крупности плана и так ребята начнем с самого начала то есть самым крупным планом может даже быть фрагмент лица это может быть либо взгляд либо там один глаз но с таким кадрированием нужно быть очень осторожным потому что зритель может испугать испугаться вашего решения то есть нужно очень четко чтобы это было очень четко оправданно когда вы вот так сильно режете лицо то есть не нужно резать макушку потому что это мейнстрим нужно ее резать только в том случае если вы хотите убрать лишнее сконцентрировать внимание зрителя на каком-то из элементов лица ну очень часто это глаза потому что глаза у нас это зеркало души следующий план это крупно лицо лицо в кадр чем этот план хорош мы мы не берем вообще тело не берем руки не берем ничего не берем и делаем одно одну голову очень эффектно выглядят обложки esquire я думаю практически все их видели но в этом случае нам нужно быть нужно четко подойти к выбору фокусного расстояния объектива чтобы у нас перспектива чтобы у нас пропорции лица не исказились чтобы не было перспективных искажений следующий план когда мы начинаем отходить от модели это погрудный портрет здесь уже у вас появляется возможность использовать руки в основном где-нибудь около лица около головы но можно этого запросто не делать и уже в погрудном портрете все равно уже зритель начинает получать какую-то информацию не только о лице человека а еще его телосложение так или иначе вот когда мы начинаем отходить дальше получаем поясной портрет и тут начинается множество наших проблем почему потому что в поясном портрете всяко разно появляются руки а руки они вообще пипец какие сложные то есть они как-то могут всегда как-то могут криво выглядеть пальцы все вот эти как бы элементы с руками всегда не знаешь что делать ну когда снимаешь модель модель как обычно делать о чем не делать то есть модель вам не подскажет как и и встать она сама не знает она ждет что вы подскажете в этом случае руки нужно использовать очень полезно что-то взять в руки то есть я считаю очень полезным когда это не просто предмет какой-то ну специально для фотосессии а предмет которым человек пользуется я люблю очки зонтики тросточки всякие такие вот аксессуары и если этот предмет которым человек пользуется в своей повседневной жизни то у него с этим предметом есть взаимодействие определенные и есть какие-то позиции позы и фазы движений отработанные с этими предметами там может это может быть и ручка то может быть да да все что угодно то есть вот эти аксессуары они очень хорошо помогают дальше если мы идем дальше если мы отходим дальше то мы уже начинаем приближаться к портрету в полный рост и ну вот портрет по коленке и портрет полный рост это два плана портрет по коленке все-таки все-таки не так мучителен хотя тут надо четко ну аккуратно срезать чтобы ничего не просилась кадр а полный рост очень опасная штука потому что наше тело она вытянутая в длину и вообще по этому поводу портрет обычно предполагает все-таки вертикальную композицию чаще нежели горизонтальную и вот наше тело вытянуто в длину его надо каким-то образом компоновать в полный рост зачем снимки в полный рост когда нужно показать как какое телосложение как какая фигура у модели вот и тут уже кроме рук появляются ноги и с ногами вообще начинаются трудности что я люблю делать таких случаях во первых очень полезно на что-нибудь облокачиваться то есть в полный рост облокачиваться на перила на какие-то на какие-то там деревья еще что-то что делать с руками то же самое под перила очень удобно и почему потому что на перила можно всегда что-нибудь что-нибудь вот такое изобразить то есть уже куда-то девайте руки вот и компоновка кадра становится сложной потому что человек длины а кадр у нас как бы тоже вытянутый но не до такой степени да и у нас появляется очень много лишнего пространства в кадре это 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 сложно то есть сложно сложно для компоновки нужно добавлять обязательно какие-то детали детали фона нужно очень четко с фоном работать нужно очень четко работать с какими-то предметами окружения поэтому полный рост полный рост он всегда самый сложный но если вы например делаете портфолио для девочки модели то у нее должны быть все вот эти планы начиная от деталей и заканчивая в полный рост потому что там нужно полностью исчерпывающая информация так что вам придется очень сильно по постараться поработать если например вы делаете портрет для доски почета то вам нафиг не нужен полный рост вам сойдет там погрудный портрет такой бюст без рук и в общем то будет все нормально то есть все всегда зависит от задач итак друзья после того как я вам все это рассказал чтобы нам было еще интересней жить в этом мире я сейчас возьму свою вот эту вот смешную экшн камеру прикреплю ее к себе на фотоаппарат и мы попробуем все это в действии вообще я очень долго думал как ее прикрепить на фотоаппарат чем ее прикрепить на фотоаппарат какие-то нужны спец девайсы прикупить или еще что-то а потом вспомнил замечательный фильм ридли скотта марсианин который всем вам советую посмотреть и понял что самая важная вещь в космосе это скотч и поэтому я понял что скотч поможет мне тоже в этом вопросе так что сейчас пройдемся по старому яфы и сделаем несколько снимков в разной крупности плана вот друзья мои мы находимся в старом яфы это мой брат двоюродный кости он сегодня жертва моего эксперимента и он у меня сегодня модель я на самом деле прикатывал всяких девчонок из хайфы они прикатались но мы как видите в тель-авиве в старом яфа поэтому начнем экспериментировать на кости он сегодня у нас подопытный и мы начинаем самого крупного плана у меня объектив 85 самый что ни на есть портретничек такой крупный план как фрагмент этот объектив не берет в плане того что наводка на резкость у нас с полутора метров и фокусное расстояние нам не позволяет поэтому я конечно смогу скадрировать вот но следующий крупный план который крупная голова у нас вполне себе прекрасно получается окей так подожди еще постой интересно что там пишется конечно ну ладно до этого я вам смотрю окей пойдем дальше вот такие вот прекрасные улочки старого яфа я очень люблю здесь ходить очень люблю здесь снимать снимать людей здесь очень клёво теперь перейдем к следующему плану следующий план погрудный портрет до кости иди вставай сюда вот сюда к стене вставай пусть и к стене спиной вставай спиной к стене ага окей так вот здесь мы можем не использовать руки а можем попросить костью возьмись за очки вот теперь у нас есть руки так несмотря на меня смотри куда-нибудь туда волнула вот такой у нас планчик вполне себе симпатичный да пойдем немножко пройдем чтоб не на одном месте туда лучше да лучше туда вот небольшая экскурсия тут у нас кроме кроме съемки у нас еще экскурсия получается вот вставай вот сюда к окну вот друзья как только мы отходим чуть подальше как только мы отходим чуть подальше у нас руки сразу в кадре появляются потому что это у нас уже поясной портрет от рук нам деться никуда нельзя возьмись за день повыше да вот так вот уже рука имеет какое-то действие правда не самое лучшее а ты можешь упереться упереться вот вот так вот у нас уже рука вообще абсолютно абсолютно кайфовая но вторая рука нифига не кайфово вторую руку туда же положи вот да 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 вот вот уже образовалась определенная композиция смотри куда нибудь еще важно чтобы вот эта поза которую принимает у вас модель она была естественной для модели понятная да потому что очень часто фотографы в погоне за вторую руку тоже положи в погоне за тем чтобы ну как бы не знаю как прямо сказать чтоб выебнуться да делают какие-то непонятные совершенно вещи то есть заставляют модель закидывать ноги и руки таким образом что совершенно это получается неправдоподобно и видно что человеку неудобно пошли пройдем дальше вот какое местечко интересно иди туда встань сейчас мы сделаем портрет по колено по колено так вообще да вот только подальше отойди и сделай вот так руки в стороны руки в стороны ах ты е-мое еще дальше отходи еще 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 ты меня не входишь совершенно да вот где то так ага вот не руки режем руки режем отходи еще дальше окей вот сейчас мы сделаем портрет по колено слушай в одну сторону руки давай вот так вот так оставь хорошо вот так нормально хороший взгляд в глубину так единственное что надо мне добавить и сок вот портрет по колено как видите он более-менее еще располагает к тому что модель компонуется в кадре хорошо то есть она занимает большую часть нашего кадра и вот друзья когда у нас модель получается в полный рост обычно вот так вот люди и встают руки в карманы да потом и как видите у нас остается очень много всякого пустого места вокруг как его можно занять это уже тысячи вариантов но вот тут есть один плюс плюс заключается в том что вот мы постоянно сейчас снимаем вертикальный план а когда у нас снимок портрет в полный рост то есть все тело в кадре мы можем перейти уже в горизонтальный план то есть ноги поставь туда да поскольку человек вытянутый но мы его можем да таким вот образом спина прямая во вот так еще вот ноги дальше от себя вот туда да окей то есть вот можно использовать и такие варианты ага а теперь назад облокотись во вот теперь у нас вообще еще дальше во 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 вот теперь у нас вообще горизонталь все занимает человек я вижу ему неудобно ну что делать писаться в роликах не так просто голову туда наклони ага вот это та поза которую я говорил видно что человек бы сам по своей воле никогда в жизни так бы не сделал да а если на локоть облокотишься на один да нет одну руку убери оттуда да да вот а вот эта поза вот эта поза уже более естественная вроде как может ему он и по приколу там так упал возле фонтана так а ту ногу отпусти одну вот и получилось уже у нас неплохая такая композиция ну на этом мы заканчиваем мучить моего брата Костю и двигаемся в пивбар дабы отведать какого-нибудь нормального гиннеса желательно итак друзья вот такой вот вот такая съемка в Тель-Авиве вот такая такой выпуск про крупность плана надеюсь он будет вам полезен про портрет как я уже говорил будет еще много выпусков с вами был Марк Рыбак видеоблог смена Тель-Авив набережная Средиземного моря подписывайтесь на канал скоро следующий выпуск я надеюсь ну может быть не прям следующий но где-то рядом выпуск будет из Иерусалима